Приветствую вас. Я думаю, что одним из важных моментов вашего текста является то, что вы ответили взаимностью машине. Хотя, по вашим словам, у вас есть глубокие чувства к другому человеку. И о какой заимности вы говорите, если у вас есть глубокие чувства к другому мужчинам? Ну, для меня, честно говоря, не совсем понятно. Вот. И, наверное, в этом, с этим точнее, в первую очередь нужно разобраться. Вот. Ага. Второе, на что нужно обратить внимание. Второе. Это момент, связанный с тем, что у вас не получается человека забыть, то есть что-то вас держит. Ну, грубо говоря, речь идет о том, чтобы понять, что за чувство вы конкретно испытываете к мужчине и чего вы хотите в целом. Вот. То есть я бы, наверное, на это обратил бы ваше внимание, да, на то, вот, чего в целом вам хочется и, соответственно, как формируются ваши чувства и чего они? На что они направлены, да, на что они нацелены? Вот. И в каком контексте вы воспринимаете мужчину своего, ну, своих мужчин, точнее. Вот. А вы говорите, что, значит, ваши отношения с мужчиной, к которому глубокие чувства закончились, соответственно, нужно понять почему, какие вещи привели к окончанию отношений. А если вы пишете, что второй влюбился в меня, я ответил ему заемницу, то что вы понимаете под взаимностью, то что вы чувствуете по заемству. Ну, не разобраться в своих чувствах. Вот. Ну, наконец, последнее. Могу сказать, что чувства к обоим мужчинам испытывать нельзя. Скорее всего, вы по-настоящему, по-настоящему чувствуете к нам, а мужчине к другому. По-настоящему чувствуете потребность. Может быть, ситуация, что к обоим мужчинам ваши эти, как раз таки, потребности, оба мужчины находятся в сфере вашей потребности. Вот. То есть, с ними связаны ваши желания. И желание что-то получать от них то, что вам нужно, то, что вам важно. Но именно вот желание отдавать что-то у вас нет никогда, если вот так вот честно говорить. Соответственно, такой, я думаю, можно дать вам ответ. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.